Современное общество многие называют не иначе, как общество массового потребления, которое основано на западной модели социально-экономического устройства, создавшей все условия для распространения потребительской культуры. Казалось бы, ничего настораживающего в том, что потребительский запрос растет, а соответствующая индустрия производства расширяется, нет. Но, как показывает действительность, в таком обществе материальное превосходство и финансовая обеспеченность иногда и вовсе подавляют потребность культурного развития. Основным инструментом модернизации общественного сознания в 2017 году стала общенациональная программа первого президента Рухани Жангру. Именно модернизации, а не формирование его с нуля, поэтому было решено не сбрасывать со счетов историю родной земли, а наоборот восстанавливать все, что было утеряно или забыто, как в памяти, так и наяву. Об итогах реализации программы говорили 22 августа во время заседания Национальной комиссии под председательством госсекретаря Марата Тажина, который заслушал отчеты по всем направлениям Рухани Жангру. К примеру, в рамках проекта «Сакральная география Казахстана» отреставрировано 28 исторических памятников. Возрождением одного из крупнейших городищ Сыганак, который занесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО и в список общенациональные сакральные объекты занимаются и казахстанские, и зарубежные реставраторы. Раскопки ведутся совместно с Амаркандским международным институтом центрально-азиатских исследований. Мы исследуем обнаруженные три мавзолея на территории Рабата. Пробудем здесь до 30 сентября. Проект «Сакральная география Казахстана» – только один из векторов программы. По проекту «Туганжер» построено и реконструировано около 3300 объектов культуры, образования и спорта. Особенность этого направления скрыта в самом названии «Туганжер» – «Родная земля». Поэтому и на призыв благоустроить родные поселки, отдав должное своей малой родине, откликнулись тысячи меценатов. Проект «Сто новых лиц Казахстана» вбирает в себя живые истории казахстанцев из разных уголков страны, различных возрастов и национальностей. Истории тех, кто своим успехом вдохновляет соотечественников. Истории тех, кто служит примером для сограждан. Он также является частью программы «Рухани Жангру». Этот яркий проект показал всему Казахстану новые лица и осветил новые триумфы и в 2019 году объявленным Ельбасы годом молодежи, которая, кстати, принимает активное участие в жизни страны. Ну а для передачи опыта молодому поколению, для повышения уровня образования, для расширения кругозора и для углубления знаний юных казахстанцев был создан проект «Новое гуманитарное знание. Сто новых учебников на казахском языке». Проект «Новое гуманитарное знание. Сто новых учебников на казахском языке» является одним из направлений большой программы «Рухани Жангру». С того момента переведено и распечатано и доведено до 130 университетов нашей страны, 48 учебников. Сейчас уже есть утвержденный список следующих 30 учебников. Переводят и распространяют учебные пособия по всей стране бесплатно. Кроме того, получить доступ к этой литературе можно и на портале открытого университета. Чтобы воспользоваться книгами онлайн, достаточно пройти процедуру регистрации. Многие вузы уже используют переведенные копии выдающихся зарубежных трудов. «На базе этих учебников соответствующие кафедры, факультеты проводят обновление своих программ. И благодаря этому содержание занятий в наших аудиториях, дискурс, темы, которые обсуждаются, таким образом подтягиваются к ведущим международным университетским уровням». Поэтапный переход казахского языка на латиницу – еще одно направление программы, которое призвано дать новый импульс развитию языка и интегрировать его в мировое пространство. Говоря об интеграции зарубеж, нужно сказать и о проекте «Современная казахстанская культура в глобальном мире», которая выстраивает системную работу по популяризации Казахстана на земном шаре. «Мы, с одной стороны, пытаемся получить все самое лучшее, что есть на рынке содержания, академического содержания. Но в то же время мы хотим и дать внешнему миру что-то свое, интересное, уникальное. Это наша культура. 60 казахстанских авторов тоже впервые одновременно, вот так системно переводятся и распространяются на шести языках ООН. Это английский, испанский, французский, китайский, русский и арабский языки». В скором времени казахстанцев ожидают и другие мероприятия. Первый форум писателей стран Азии, проект «Ночь в музее», а также цикл новых телевизионных, радио и интернет-проектов культурологического характера. Программа «Рухани Жангру» не просто позволяет консолидировать общество. Она прежде всего направлена на возрождение духовных ценностей граждан и популяризацию культа знания. Ведь в эпоху повсеместного развития потребительской культуры стало как никогда важно уделять внимание интеллектуальной и нравственной эволюции каждого человека.